МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребят, всем привет! С вами Андрей, канал Сделайся Сам. Распаковываем. Не посылочку, а такую вот упаковочку, которую принёс мне клиент. Да, кстати, ребята, некоторые ребята просят меня, чтобы я дал свои реквизиты, чтобы отправить ко мне на ремонт какое-то устройство. Или просят, например, реквизиты, чтобы со мной связаться, чтобы посоветоваться. Смотрите, ребята, значит, я вольный художник. Я хожу на работу точно так же, как и большинство людей, 5 дней в неделю. И то, что я ремонтирую вот это и показываю вам на видео, это моё хобби. Я не хочу превращать хобби в рутину. Я не хочу быть кому-то что-то обязан, делать что-то по графику. Я делаю, когда захочу, либо когда у меня есть время. Поэтому, прошу с такими просьбами, больше меня не беспокоит. Итак, сегодня у нас такой вот неоригинальный для нашего канала девайс. Океан 209. Что с ним? Я так понимаю, он не работает, то ли шкрипит, то ли репит, то ли не держит настройки. В общем, уверен, что проблема в электролитических конденсаторах. Ещё не включал, не знаю. Так, вижу, что нет ручек, но заказчик меня предупредил, что ручки где-то в коробочке. Так, вижу ручки. Кстати, обратили внимание, что ручки, что корпус радиоприёмника, всё довольно неплохо сохранилось. Интересно. Даже шнур отечественный. Но, к сожалению, уже какая-то современная полосатая. И изолента, не изолента, и скотч, не скотч, непонятно, что это. Это обязательно нужно заменить. Это будет как-то не по фэншую. Хотя бы на синюю изоленту, что ли. Так, и здесь ещё есть какая-то такая кружевная верёвочка. Зачем она, я не знаю. Ну и, в принципе, больше здесь ничего, кроме бумаги. Приёмник, кстати, давайте посмотрим. Так, 76-й год по ГОСТу. Да, древненький, конечно, аппарат. Цена 135 рублей. Ничего себе. Заземление. Подключение к внешней антенне. Так, здесь у нас телефоны 60 Ом. Магнитофон у подключения. И сетевой шнур. Так, винты для открытия крышки. Знак какой красивенький. А вот этот знак ещё лучше, знак качества СССР. Вот это я понимаю. Не то, что сейчас китайцы делают всё, что хотят. Так, кнопочки. Автоматическая подстройка. Частоты. Подсветка, я так понимаю. Питание. Это что такое? Что за переменка? Непонятно. Значит, здесь громкость тембр. Тембр и настройка. Антенна. Ничего себе, антенна. Так, переключатель диапазона. Ох, как мягко, как красиво. Короткие волны. Море диапазона. Уковое. Ох, это кайф. Когда ты его переключаешь. Так, мягко. Да, корпус довольно-таки в неплохом состоянии сохранился. Супер. Ну что, ребята. Я думаю, этот девайс достоин того, чтобы его воскресить. Ну что, ребята. Первое включение. Нужно воспользоваться вот таким вот китайским тройничком, чтобы включить советскую вилку, европейскую розетку. Включаем сетевой шнур-приемник. Так, питание включено. Но никакого звука нет. Давайте попробуем ручку громкости. Вдруг еще какой-то дополнительный выключатель. Хотя это нелогично, но ручки громкости находятся. Нет, все нормально. Но приемник молчит. Подсветка не засвечивается. Странно. Громкость на максимуме. Ну тогда давайте прозванивать цепь. Ну давайте, чтобы не работать с опасным напряжением, будем прозванивать в режиме прозвонки. Взяли тестер. Так, есть. И вставляем в отверстие и вызваниваем. Так, нет. Ага. Есть, звонится. Все прекрасно. Второе отверстие. Второй вывод. Все звонится. Все прекрасно. И между собой они не звонятся. Тоже все прекрасно. То есть, сетевой шнур исправен. Но, конечно же, нужно будет обязательно вот это все переделать. Мы не знаем, насколько качественно и надежно здесь все сделано и безопасно. Поэтому этим мы займемся. Ну а сейчас давайте открывать приемник. Смотреть. Возможно, сгорел предохранитель. Возможно, выключатель неисправный. Возможно, еще что-то сгорело. Ну что, летс гоу. Поехали. Советской аппаратуре нужен советский инструмент. Так, давайте откроем крышку отсека питания. Здесь стрелка на открывание показывает, что нужно вращать сюда. А здесь показывает, что нужно вращать в обратную сторону. Ох, здесь она так тяжело вращается. Так, пытаемся открыть крышку. Есть. Все открылось. Ну и теперь откручиваем все винты по периметру. Раз, два, три. Так, фокус. Четыре, пять, шесть. Вот для чего я открыл отсек. Потому что здесь тоже есть винты. Ну, собственно, само откручивание я пропущу. И дальше перейдем к снятию задней крышки. Кстати, я вижу вон там вот предохранитель. Давайте включим подсветку. Возможно, вы его тоже увидите. То есть, предохранитель, наверное, можно даже вот так вот менять. Давайте прозвоним его. Так, так, так. Так. Проверка. Так. Исправный. Шары не будет, ребята. Ну что же, скорее всего, вот эту процедуру уже делал заказчик. И поскольку у него ничего не получилось, из-за этого он принес этот аппарат ко мне. Так, народ. Те винты в глубине, их не нужно откручивать. Вот. Всё открывается. Старые, советские, до боли знакомые радиоэлементы. Так. Ну, я вам скажу, здесь электролитов так много и не видно. Ну, вот эти, например, электролитические конденсаторы. Это похоже на усилитель низкой частоты, наверное, или нет, или это блок питания. Нужно будет разобраться. Так вот, вот эти конденсаторы, они ещё довольно-таки и живучие. МБМки вот эти тоже живучие. Хотя у них появляется утечка на высоком напряжении. А вот эти конденсаторы нужно будет срочно менять. Вот вообще какой-то страшный. Так, ну, нам нужно для начала будет выяснить, в чём же дело, почему аппарат молчит. Для этого нам нужно, ну, во-первых, найти схему, а во-вторых, добраться до блока питания. Так, ну, не так-то он просто, этот Океан 9. Значит, смотрите, переменка, это как раз сетевой выключатель. Он жёстче всего нажимается. А вот это, что за выключатель красненький, непонятно. Но даже если они оба включены, то всё равно нет по входу никакого сопротивления. Ну, соответственно, и не идёт на трансформатор напряжения. Вот он, наш трансформатор. Тут явно уже кто-то пытался разобрать, потому что я вижу, вон, видите, сюда прикручивалась вот эта часть. А здесь вот этот, я так понимаю, и усилитель, наверное, и блок питания плата. Там кнопки выключателей. В общем, сюда пытались добраться, чтобы разобраться. И здесь я смотрю ещё один интересный момент. Вот колодка. Я так понимаю, переключение напряжений, наверное. И, возможно, из-за этой колодки, которой сейчас нет напряжения и не может поступать. Но тут ещё есть один нехороший момент. Конечно, всё это старое, разрушается. Посмотрите. Это у нас первичка сюда поступает. Я пытался сюда прозванивать. Трансформатор старости распадается. Видите, уже пластмасски такие ужасные. Ну, в принципе, это можно прихватить на клей. Но есть такой момент. Вот здесь уже находится вторичная обмотка. Значит, придётся добираться до плат, скорее всего. Ну, мы возьмём щупом для внутрисхемного измерения ИСР электролитических конденсаторов. Пройдёмся вот так сверху по этих конденсаторах. Но боюсь, что их придётся менять. Так вот, открутил я винты. Винты, кстати, на лаке. Это очень меня раздражает в советской технике. И в первый момент из-за этого очень часто слизываются шлицы. И вот такие вот винты уже нужно выбрасывать. В общем, винты нужно будет тоже менять. Так вот. Вот, смотрите. Открутил плату, она висит на проводах. То есть, чтобы отремонтировать вот эту, скажем, плату, нам нужно будет отпаивать часть проводов. То есть, очень низкая ремонтопригодность в некоторой советской технике. Ну, в данном случае, в этого приёмника, это, конечно, грустно. У меня есть море книг по советских приёмниках. Я посмотрю, возможно, даже будет схема на этот приёмник. Я сначала сомневался, что это усилитель низкой частоты. Но посмотрев и увидев, что здесь много КТ-шек. То ли 315-х, то ли 361-х. Вон, вроде бы, буква посерединке. Должны быть ещё и мощные транзисторы. Но вот, увидел и мощные транзисторы. КТ-800 какие-то, скорее всего, там стоят. То есть, это точно усилитель низкой частоты. И, возможно, даже и стабилизатор. Возможно, плата стабилизатора находится вон там. Видите, над трансформатором. Да, похоже, что она там. Но как к этому всему добраться? Неужели придётся распаивать плату? Ну, это кошмар какой-то. Когда мы разберёмся с проблемой по питанию, заменим электролитические конденсаторы, которые необходимо будет заменить, здесь ещё нужно будет заняться следующим. Кстати, клиент мне говорил, что когда я всё сделаю, нужно сделать так, чтобы волна не уплывала. Из-за чего эта волна уплывает? А плавать она может из-за того, что плохой контакт с контурами. Здесь контура на соответствующие диапазоны. И вот основные контактики в отличном состоянии. Сейчас я выключаю подсветку, чтобы вы увидели. Вот видите. А вот эти контакты на контурах, они очень в плохом состоянии. Они грязные. В окислах их нужно будет почистить с помощью ластика. И потом смазать. По данному радиоприёмнику в интернете есть много информации. Есть хорошие фотографии. Судя из фотографий, здесь действительно стоит фишка. К сожалению, этой фишки нигде нет. Я перерыл всю эту упаковку. И ничего подобного не нашёл. Спрошу ещё, конечно, у заказчика. Я пока что временно буду перемыкать. Найду какую-то такую или сделаю какую-то временную перемычку. Или можно будет даже, в принципе, если я доберусь сюда, для того, чтобы добраться вовнутрь, неплохо было бы снять вот эту облуду. Эта облуда снимается, кстати, очень просто. Вот этот деревянный корпус. Нужно открутить один винт здесь. И второй винт здесь. Снять ручку. И я думаю, что дерево это у нас полностью снимется. Нужно будет заперемычить, но единственное, не ошибиться с перемычкой. А для того, чтобы не ошибиться, я предлагаю следующий вариант. Измерить вот на этих нижних пинах, которые идут к сети сопротивления с помощью амметра. И сначала замыкаем одну перемычку. Мне кажется, что вот, если здесь показано 220, то среднюю нужно замкнуть с правой. И тогда у нас должно быть какое-то значение. Ну, давайте условимся, что у нас, скажем, 20 Ом показало. Тогда при переключении, по идее, на 110-127 Вольт, у нас должно быть это значение, там где-то в полтора раза, ну, скажем так, это я условно говорю, меньше. Что говорит о том, что мы правильно размышляем и правильно как бы замыкаем. И тогда мы оставляем перемычку на 220. Если заказчик не найдет колодки этой заглушки, мы, скажем, зальем каким-то, ну, даже тем самым черным термоклеем это все. И про это вообще можно будет забыть. Есть схема в интернете на Океан 209. У меня нет такой схемы. Есть у меня вот такие вот справочники, целая серия этих справочников по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам. И в одной из этих книг есть схема на Океан 205. Оказывается, эта схема не отличается практически ничем. Даже внешний вид, посмотрите, абсолютно такой же, как и в Океана 209. Кстати, обратите внимание, вот красненькая кнопочка обозначена. Она такая белее этих черных. И вот здесь тоже какой-то такой белесный цвет, как и в этой кнопочке. И если вот посмотреть, сравнить, вот здесь красная кнопочка, и вот здесь красное очко такое, где там виднеется средние волны обозначения. Так вот, в детстве, когда я играл на 8-битной приставке Dendy, я думал, почему дальтоники не различают цветов. Ведь вот вроде здесь белое, здесь белое. Ну, то есть, можно догадываться, что это как бы, ну, красный цвет, условно говоря. Но я не понимал, что само собой есть яркостной канал, а само собой есть цветовой канал. Ну, это так. Пару слов для размышления. Возможно, кто-то в детстве тоже так думал. Возможно, я имел единомышленников. И вот, значит, что нам говорит наша схема. Значит, как я и говорил, переменка – это, оказывается, сеть. И еще есть и включение. Значит, либо здесь замыкается, скажем, либо здесь замыкается. Смотрим. Вот, идет перемычка к обмотке трансформатора сетевого. И на первый вывод трансформатора. Ну что, снимаем эту облуду, вернее, я уже снял. И тут, вот так я долго рассказывал, ждал меня нежданчик. Смотрите, ребята, что мы здесь видим. А видим мы здесь следующее, что вот эти 1 и 3 выводы сетевой колодки, они пустые. А два провода соединены на центральном выводе. В общем, как я только увидел вот эту спайку, я сразу понял, что, скорее всего, трансформатору Кирдык, тем более, об этом говорили разные знаки. Вот это, например, что каркас пластиковый разрушился, это говорит о том, что, видать, была постоянно какая-то высокая температура. Потом я вижу под трансформатором там то ли парафин, то ли воск. То есть, трансформатор нагревался до очень высоких температур, и все с под него потекло. Это очень плохо. Ну что, вижу, значит, вот такой вариант проверки. Получается, согласно схемы, у нас сетевые обмотки 1.3, а не так, как я предполагал, что эти верхние, просто я смотрел, что здесь очень тонкий провод, а получается, это очень тонкий провод во вторичке. Первичка, наверное, еще потоньше. Значит, вставляем вот такую вот щуп-иголочку, берем мультиметр, ставим режим прозвонки и вызваниваем. Один вывод обмотки 1 к этим выводам с сетевой колодки и второй. Если оба будут прозваниваться, то есть, один с каким-то одним выводом, другой вывод трансформатора с другим каким-то выводом, то получается, что у нас просто сгорел трансформатор. Давайте это и сделаем. Ставим штативчик, так, чтобы видно было, как это все будет происходить. Так, и так. Проверяем сначала, что у нас прозвонка работает. так, прозванивается цепь с этим выводом, значит, с этим не прозванивается, тогда получается вот этот вывод обмотки должен прозваниваться с этим. Да, прозванивается на короткую, все прозванивается. Получается, сетевой трансформатор, сетевая обмотка вышла из строя. это очень плохо, потому что добираться к этому трансформатору очень неудобно. Еще, ребята, не отходя от кассы, пока еще не спрашивал ничего у клиента, хотел бы вам показать. Вот, начал сканировать и понял, что, ну, их всех надо подряд тупо менять. Вот, например, смотрите, 92 Ома ESR вот этого конденсатора. давайте любой другой. Вот, 17 Ом. Так, ну, давайте на усилитель какой-то возьмем. Так, хорошо так законтачить. 15 Ом. Ну, как вы понимаете, просто какой не ткнуть, все имеют очень большое ESR, сопротивление по ESR. конденсатора. Так что, ну, здесь без вариантов просто нужно переписывать список, делать, какие конденсаторы есть, составлять, сколько они там стоят, перечень, подсчитывать, сколько материалы, сколько работа. Такой трансформатор, не знаю, можно, в принципе, поставить другой трансформатор, можно бы даже поставить импульсник, но против импульсника боюсь, что будут возражения, тем более импульсник может давать помехи на амплитудной модуляции. Ох, ребята, я ненавижу этого инженера с самого начала. Значит, смотрите, открутил винты, к ним прикручен блок питания, и вроде бы должен вытащить блок питания, а тут вот динамик мешает плату эту вытащить. конденсаторы, но конденсаторы еще полбеды, если бы не динамик, мы бы потащили вниз и все вытащили. Это при том, что я так подгибал уже провода, антенный провод вообще отпаял, и при том ничего все равно не получается. Возможно, лишь получится, если отпаять вот эти все провода, возможно, только тогда у нас получится отогнуть вот эту плату и как-то уже там в сторону подать. Это жесть. Делаю еще такую видеозаметку. Здесь конденсатор на 500 микрофарад, а здесь на 1000 микрофарад по напряжению там и там вроде бы 12 вольт. Отпаиваю еще их, потому что ну никак, и здесь еще и здесь цепляет, ну это проклятие какое-то. Значит, смотрите, может кто-то решится повторить мой подвиг, чтобы знал, как это все дело разбирать. Значит, благодаря тому, что вот здесь не сильно разжато, в принципе, просто берем и отодвигаем эту плату, снимаем ее. Она выходит без проблем. Это раз. Потом приподнимаем вот эту плату, предварительно отпаяв кучу проводов. Естественно, нужно все зафиксировать, как оно было. И потом аккуратно вытаскиваем вот так вот блок питания. Все, у нас блок питания освобожден. Если хотите дальше отсоединиться, можно отпаять от батарейного отсека выводы. Кстати, да, еще одно там было сделано. Здесь получается, не знаю, увидите вы или нет, где-то там, вот она, зацепка такая. За этой зацепкой были заведены вон те провода желтый и еще какой-то там, по-моему, черный что ли, а вот этот вот белый, желтый и белый провода, они были заведены. Если вы за вот эту зацепку оставите их заведены, то вы их оторвете. Ну, что вот этот конденсатор меня интересует и вот этот трансформатор. Трансформатор, кстати, видите, какого типа, из У-образного железа, четырех железячих таких подковообразных. Это как бы хорошее железо с минимумом потерь и большим КПД нужно прикинуть, какое напряжение получается от батарей. В принципе, можно было бы сейчас, если все спаять вместе, то подать напряжение от блока питания, от батареи у нас, кстати, получается здесь 6 батарей, то есть 9 вольт, и проверить вообще, что он сейчас выдает. Возможно, вообще не стоит с ним заморачиваться. Но это я пока так разобрал для, так сказать, расширения своего кругозора. Ух ты, там еще и шайба какая-то есть, потому что до клиента пока дозвониться не могу и узнать, что с ним делать дальше пока не могу. Ребята, здесь пока распаиваю еще некоторые особенности вижу. Значит, вот здесь вижу, что это как бы плюс. Пересматриваю на рисунке, да, действительно, это плюс. И вижу, что вот этот вывод, который я отпаиваю от плюса, он идет на общий. Смотрю на схему и да, действительно, особенность этого приемника, что здесь на общем находится плюс. Интересный такой момент, то есть, вот это получается минус. Сейчас подбрасываю еще вот этот серый провод, он здесь крайне висит. Потом буду сам же смотреть и сам вспоминать, что где, когда здесь с этим серым еще белый какой-то сидит. Но освобожусь, в общем, чтобы уже спокойно разобрать этот трансформатор, снять. Трансформатор, значит, по характеристикам 10-ти ваттный, напряжение холостого хода от 12 до 16 вольт. Обычно в этой серии трансформаторов. Еще хотел отметить такой момент, значит, этот предохранитель, он стоит по вторичке, как раз по цепи вторичной обмотки трансформатора. Чтобы снять трансформатор, я открутил здесь два винта, еще нужно снять вот эту плату, для этого нужно отпустить вот этот хомут, который держится в крышке отсека питания. И потом мы сможем добраться до этих винтов и уже снять этот злосчастный трансформатор. Так же остальный момент, каркас трансформатора окончательно рассыпался, кстати, не вижу второго вывода высокого напряжения, ага, вот он отгнил, кстати. Возможно, даже в принципе теоретически можно восстановить, но стоит ли, ребята, я не знаю. Так, смотрите, значит, восстановил трансформатор, хотел покупать, но вижу, что по состоянию они не намного лучше. Восстановил с помощью термоусадок, с помощью стяжечек и с помощью пайки. То есть, применил все современные методики и вот трансформатор у меня имеет такой вид. Значит, обмотка высоковольтная, то есть, сетевая, имеет у меня сопротивление 402-403 Ома. Обмотка вторичная, выходная, имеет сопротивление 7,8 ома. В таких пределах показывает у меня прибор. Так что, сейчас ставлю на место, подключаю и тестирую. Пока идет яростная замена конденсаторов, кстати, все-таки не все конденсаторы подлежат замене. Вот, например, этот совсем даже, в принципе, ничего не считая, что у него, конечно, утечка близко к критической, 3,8%. Этот конденсатор заменили, вот, вытащили еще один, и вот, для примера, 5 микрофарад, 12 вольт, посмотрите, 1 микрофарад, 150 Ом, и утечка 29%. Вот вам и конденсатор. Это, считай, что воздух, а не конденсатор. А вот еще один на 5 микрофарад, 12 вольт, но это уже реально воздух, 60 пикофарад. Красавец, давайте посмотрим на него. 83-го года, мой ровесник. И, как вы слышите, поется уже какое-то божественное служение. Убираем громкость. Ну, что самое интересное, здесь и подсветка не работает, и лампочка живая, ну, это вообще кошмарище. Материться хочется. Смотрите, хотел вам показать пока что, как на глазах оживают контакты. Посмотрите, как ластик оживляет отток кислоконтакты. Потом нужно будет взять щеточку зубную и с помощью вайспирита счистить остатки отластика. А это уже называется усталость. Твою дивизию, схема до безобразия простая, а я не могу найти общий. То есть, общий с корпусом, скажем, не звонился. А почему не звонился? А потому что здесь две лампочки, ёлки-палки. И хоть одна исправна, а вторая? А вторая вот она. Приподнял я, чтобы увидеть, куда идёт провод. И вот он сюда приходит. Вот вторая лампочка, второй патрончик. И она неисправная. Вот я уже вытащил, поставил рабочую, и теперь хоть подсветка уже заработает. Ну и подобных конденсаторов тьма. А вот такой вот конденсатор по более ёмкости на 50 микрофарад, 90 с лишним ом, 15 микрофарад. Это всё усилитель низкой частоты. В общем, ребята, что у нас получается? Красивый звук, хорошая регулировка тембра, но ещё один нежданчик. Биват. Я Вякройка. Я думаю, вы уже поняли, что проблема в регуляторе громкости. То есть тембр классно, регулирует звук классный очень. Но нужно ещё резистор менять. Пробовал подавать типа ВДшки, ничего не помогает. Так что замена и только замена. Ну, это же проклятие какое-то. Может, кому тоже пригодится, чтобы снять эти резисторы, ну, какой-то открутить, нужно открутить вот этот винт, вот этот винт, отпаять от отсека питания, вот этот короткий провод, и ещё желательно вот эти провода тоже отпаять, они держат. Больше, в принципе, ничего не держит. Так, запоминаем этот красный здесь, белый здесь. Сейчас отпаяю, и в принципе можно откручивать резисторы и менять. Резистор на 10 кОм SP3 30A. Повезло, что в закромах оказался такой резистор, надеюсь, что он исправный. Вот так, ребята, взялся, всем отказывал, одному человеку всё-таки решил пойти навстречу, мало того. А товарищ этот и говорит, так а ты там ещё перенастрой, чтобы FM ловила. Ну, типа УКВ, там же пару волн. Млин, говорю, ну а как сразу нельзя было договариваться, я бы может и отказался. А так теперь в лес, а теперь ещё и FM делай. Ну что, ребята, это почти победа. Выключим свет, потому что он даёт помеху. преобразователи в светильниках дают помеху в сеть. Нужно ставить фильтры, когда подключаете светильники. Я что-то это сразу не учу. Значит, смотрите, громкость очень плавно регулируется. то есть уже никаких вопросов нет. Мы решили поширить на большую территорию и научить людей выращивать. Всё классно работает. Подстроечка. «Территория» Экспорт производит четверть прямых выбросов парниковых газов. Электромобили могли бы помочь уменьшить.